И снова привет, вы на боксёрском канале в Ударе. Перед началом просмотра у меня к вам маленькая просьба, подпишитесь на наш ютуб канал. У меня есть цель набрать 2000 подписчиков на этом канале за неделю, поэтому не забывайте подписываться после просмотра, ролики здесь выходят абсолютно каждый день. Также большое спасибо за ваши лайки, это мотивирует меня работать. Огромное спасибо, ну а мы начинаем. Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов заявил, что верит в победу Артура Бетербиева над Колумбом Смитом. Колумб Смит дерётся на вес выше для себя, наверняка он стал чуточку мощнее. Но хватит ли этого, чтобы противостоять Артуру? Смит обученный боксёр, но со стандартным рисунком боя. Бетербиев дрался с такими всю свою любительскую карьеру. В профе с бойцами такого уровня также выступал очень успешно. Артур знает, что делать и как боксировать. Опасение в том, что после того, как Смиты атакуют справа, он перекрывается слева и опасно отвечает этой же рукой. Для этого есть тренерский штаб. В целом, какой-то загадкой для Артура Смит стать не должен. Я верю в победу Артура Бетербиева. Всегда интересно посмотреть, чем закончится противостояние. Смит может продержаться дольше, чем Ярд. Он умеет контролировать соперника передней рукой. Но когда его сильно прессингуют, он начинает закрываться. Артур начнёт развивать, бить. И для Колумба этот тоннаж ударов будет несравним с тем, с которым он встречался во втором среднем весе. Говорит Кудряшов. Ну а олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной Александр Лебзяк сравнил качество Артура Бетербиева и Дмитрия Бивула. Отметив, что у последнего выше техника тактическое мастерство. Артур выглядел лучше на протяжении всего боя с Энтони Ярдом. Может быть, британец выиграл раунд 2. Но Бетербиев был лучше и заслуженно победил. Сейчас все говорят о поединке Бетербиев Бивол. Это будет легендарный бой, если он состоится. Желаю им удачи и хорошего бокса. Организация боя зависит от промоутеров. Считаю, что до конца года или в следующем году они должны встретиться. Рано или поздно. В своем дивизионе угрозу друг для друга представляют только они сами. Вне ринга все остаются друзьями, но в ринге может быть только один король. Артур и Дмитрий были у меня в сборной России. Они не спарринговали, потому что Артур к тому времени уже ушел, а Дмитрий только появился. Они оба отдавались тренировкам. Не могу сказать, кто из них более талантлив, но у Димы выше техника тактическое мастерство. Но это не три раунда, а двенадцать. Любая оплошность может закончиться трагично, сказал тренер. Ну а менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов в разговоре выразил уверенность в проведении боя с Артуром Бетербиевым. Я уверен, что этот мегабой рано или поздно состоится. Однако есть определенные препятствия. Например, у боксеров контракты с разными телевизионными каналами и промоутерами. У Димы есть мечта стать абсолютным чемпионом. Но это совсем не значит, что у него есть цель побить Бетербиева. Да, сложилось так, что чтобы эту мечту осуществить, должны драться именно они. Эти два парня на сегодня победили почти всех значимых оппонентов. Наверное, судьба так сложилась, что им придется встретиться и доказать всем, кто лучший. Вопрос времени, говорит Корнилов. Вот такие вот новости на сегодня, друзья, пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте лайк.